Всем удачного начала дня! Здравствуйте! Доброе утро, регион! И начнем этот замечательный день с порцией интересной информации. Более 500 миллиардов чашек кофе ежегодно выпивают жители нашей планеты. Представляешь? Такой сложный пример с самого утра. Это сколько на одного человека? Ну давай, пока ты над этим раздумываешь, я озвучу цифру. В среднем на одного человека приходится 71 чашка в год. А еще не так давно в Неаполе прошел суд над кофе. Фармацевты обвинили этот бодрящий напиток в том, что кофе-паузы снижают производительность труда у офисных работников. Противовес им, Катя, итальянские юристы с помощью экспертов-физиологов доказали, кофе стимулирует нервную систему, тонизирует и улучшает мозговые процессы. Таким образом, кофе из разряда обвиняемых перешел в категорию рекомендуемых. Ну, как я понимаю, сегодня мы традиционно будем говорить об интересных фактах, делиться с нашими телезрителями интересной информацией, но мы напомним, что работаем мы для телезрителей телеканалов Беларусь-2 и Беларусь-4 Брест. Ну и пока вы узнаете кратко о том, что будет в сегодняшнем выпуске, мы, конечно, сделаем поглоточку утреннего эспрессо. Сегодня в утреннем эспрессо. Международное сотрудничество медиков Брещена с европейскими трансплантологами в теме дня. О новогоднем премьере спектакля «Золушка на новый лад» расскажут наши корреспонденты. Делай добро, и оно к тебе вернется. Благотворительный марафон проходит в Брестской области. Денис, а между прочим, день 22 декабря был у наших предков особенным. Ты знал об этом? Ну, мне кажется, он особенный у всех, ведь сегодня самая длинная ночь и самый короткий день в году. Да, именно. А по народному календарю этот день принадлежал Анне Зимний. В этот день зима вступала в свои права. И считалось, что именно на Анну наши предки предсказывали погоду на Новый год. Ну, народный календарь в наши дни уже точно не работает. Знаешь, а мне кажется, что работает. Мы, кстати, можем с тобой это дело проверить. Если 22 декабря по народному календарю стоит хорошая погода, то и 31-го тоже будет ясно, но морозно. Но если в этот день пасмурно на деревьяхине, то в новогоднюю ночь будет оттепель. Вот так вот, посмотрим. Конечно, посмотрим. Ну, а пока обратимся к мнению профессионалов. Прогноз погоды от синоптиков на сегодняшний день. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Доброе утро! Согласитесь, что с утра пораньше приятно услышать детские голоса. Напоминаем, что сегодня на календаре 22 декабря вторник. Встречаем утро нового дня вместе. Да, утро доброе. Между прочим, Денис, ученые пришли к выводу, что этот день недели обязательно нужно сделать выходным. То есть вторники взять и отменить. А ты знаешь, почему? Самое интересное, что, по их мнению, этот день является самым стрессовым. Кто бы мог подумать, правда? Ведь именно такой вывод был сделан именно на основе эксперимента, в котором принимали участие более трех тысяч человек. По словам психологов, именно во вторник люди осознают, сколько времени они упустили в понедельник. Представляешь? Ну и, соответственно, начинают усерднее трудиться, чтобы наверстать незавершенные вчерашние дела и успеть качественно выполнить новую текущую работу. Именно поэтому во вторник работоспособности падают до самого низкого уровня за всю неделю. Мне кажется, хватит разбираться в этом. Необходимо отдать вторники на суд Неаполю. И именно тем юристам, которые судили кофе. Пусть и со вторниками поработают тоже, мне кажется. Ну, правильно. Пусть разбираются с этим делом. Но пока, дорогие телезрители, мы с вами давайте будем учиться более грамотно распределять свое время, чтобы у нас потом не возникало подобных казусов. Верно? Это была любопытная информация вам на заметку. А сейчас давайте узнаем, чем еще знаменателен день 22 декабря. 22 декабря знаменовано следующими событиями. В 1882 году помощник Эдисона Эдвард Джонсон придумал елочную электрогирлянду, которую украсил зеленую красавицу у себя дома на Рождество. Но, как и ранее, елки еще достаточно долго украшали обычными свечками. В этот же день в 1899 году родился Василий Ключенков, один из организаторов партизанского движения на территории Столинского района в годы Великой Отечественной войны. В начале войны создал и возглавил штаб обороны Столина. В июле 41-го создал и возглавил столинский партизанский отряд. А в 1906 году в Минске открылась лесная биржа. Примерно через год встал вопрос об устройстве при ней лесной ярмарки. После получения разрешения была проведена первая ярмарка зеленых красавиц в помещении Минского общества сельского хозяйства. Она получила название Рождественской. 22 декабря 1945 года в Минске открыт Белорусский театральный институт. Чуть позже это он назывался Театрально-художественный институт и Белорусская академия искусств. А с начала нулевых это Белорусская государственная академия искусств. В 1946 году сыграны первые матчи на первенство СССР по хоккею с шайбой. О канадском хоккее в стране знали и до войны, но не одобряли. И тем не менее канадский хоккей быстро стал популярнейшим спортом и в Советском Союзе. Продолжаем программу. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Мы снова в студии утреннего эспрессо. Еще раз напоминаем, что именно вы, уважаемые телезрители, можете стать непосредственным участником нашей программы. Думаю, не лишним будет напомнить условия. Мы объявили фотоконкурс «Малыш и Новый год». Присылайте тематические новогодние фото своих детей на сайт телерадиокомпании Брест. Трк-брест.бивай. Того участника акции, фото которого получит большее количество голосов, ждут подарки от нашей программы. Так что, дорогие телезрители, принимайте участие в наших розыгрышах и конкурсах, становитесь победителями, ну, конечно же, получайте приятные оригинальные подарки от утреннего эспрессо, ведь это так приятно. А прямо сейчас мы подводим итоги вчерашнего розыгрыша. Необходимо было на наш короткий номер 99-00 прислать верный ответ, как назывался Брест в различные исторические эпохи. У нас уже есть победитель, с которым мы и поговорим на прямой связи со студией по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните? Дмитрий Бреста. Дмитрий, вы постоянно телезритель нашей программы? Да, да, да. Ну, рассказывайте, давайте для про формы, конечно же. Сначала верный ответ. Итак, как назывался Брест в различные эпохи? Берестия, это в лейтописах, Брест-Литовск, Брест-Надбугом и Брест. Замечательно, это правильный ответ. Дмитрий Брест, поздравляю. Не к чему придраться, поэтому эту корзинку с живительной влагой от Фрост вы получаете как залог хорошего настроения, как минимум на сегодняшний день и последующую неделю. Мы благодарим вас, хорошего дня, хорошего настроения и вам. Принимайте участие в наших конкурсах обязательно, выигрывайте подарки, как видите, это очень приятно. Ну, Дмитрий, оставайтесь на линии, наши администраторы свяжутся с вами и расскажут, как забрать подарок. Ну, а в сегодняшнем эфире мы разыграем еще не один. Кстати, вот кто привык быть победителями, так это герои нашего следующего сюжета о корейском боевом искусстве Тэйквондо. Доброе утро! Активнее всего на пользе утренней зарядки настаивают те, кому не тяжело просыпаться утром. Кстати, таких людей меньшинство, всего лишь 25%. 40% людей жаворонки и они предпочитают тренироваться вечером, а остальным просто повезло, им все равно, когда просыпаться. Кстати, к последней категории относятся участники турнира по Тэйквондо, который прошел совсем недавно в Бресте. Белорусскому физкультурно-спортивному обществу профсоюзов исполняется 80 лет. На Бречене сегодня работает 17 учебно-спортивных профсоюзных учреждений, где развиваются 20 видов спорта, 18 из которых – олимпийские. Различными видами спорта занимаются свыше 6000 детей и подростков. Возможность поддержать состояние здоровья есть и у взрослых. Это разные спартакиады, которые проводятся регулярно. Есть хорошие результаты в массовой физкультуре и спорте высших достижений. Конечно, ощутимые результаты всего этого. Потому что, допустим, если взять за прошедший год, у нас подготовлено в Брестской области 10 мастеров спорта, 137 перворазрядников, кандидатов спорта. Значит, более 2000 человек – это спортсмены массовых разрядов. У нас есть 4 человека, которые вошли в сборные команды республики. Самыми массовыми и популярными видами в профсоюзных обществах стали различные виды борьбы. Один из них – тэквондо, которым на сегодня занимаются свыше 500 детей и подростков. Этот турнир проводится ежегодно в декабре. Мы просматриваем юные таланты, маленьких наших воспитанников, которые в будущем будут завоевывать, скорее всего, медали на международных стартах. Буквально в воскресенье мы вернулись с открытого кубка в Беларуси и заняли там второе командное место. То есть, получается, что из 10 человек нашей команды 9 стало чемпионами. Некоторые даже десятки выбились и в национальной сборной состоят, и состоят уже в резервном составе, которые в будущем уже призеры Европы есть, участники чемпионата Европы сейчас был по кадетам. Участники турнира – школьники 2005-2006 годов рождения, воспитанники профсоюзных спортивных школ Бреста, пружан спортивного общества «Динамо». Многие из них, несмотря на юный возраст, уже титулованные призеры и чемпионы различных турниров. В этом году я был в Болгарии, и я стал чемпионом Европы среди детей. И это был для меня очень большой шок, ведь я даже не ожидал, что уже в 2015 году я прям так быстро стану чемпионом. Я хотел бы дойти до Олимпийских игр, ведь это моя главная цель. Достижения, да, есть уже большие дачи. Ехал в чемпионат Европы, занял третье место. Еще ехал в Гродный, занял первое место, пять боев было. Недавно ездил в Полску и занял третье место в спаймингах, а в спецтехнике занял два первых места. В этот же день были подведены и результаты соревнований. Победители получили призы от Брестского областного объединения профсоюзов. В эпоху компьютерных технологий современные продвинутые школьники не желают довольствоваться статичной ролью пользователей. Им интересно самим конструировать роботов и проектировать программы их действий. То, чего они добились в данном направлении, было представлено на прошедшем в Бресте втором областном турнире робототехники «Робофест». Подробнее об этом читайте в «Заре». Музейные работники мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» бьют тревогу. Повысилась активность так называемых черных и серых экскурсоводов, которые проводят нелегальные туры по территории мемориального комплекса без какого-либо разрешения. Как бороться с этой ситуацией, ответ на этот вопрос искали журналисты областной газеты «Заря». Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники энергетической отрасли. О трудовых буднях пинских энергетиков, их достижениях и планах на будущее читайте в свежем выпуске газеты «Пинский Вестник». В минувшие выходные Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на главной городской елке «Пинска», а встречали почетных гостей на железнодорожном вокзале. Это стало настоящим предновогодним сюрпризом для горожан. Подробности в репортаже корреспондентов газеты «Пинский Вестник». О чем прочитать, узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Еще раз доброе утро. Здравствуйте. Уверен, что предпраздничное настроение не мешает нам настраиваться на рабочий лад и беседовать на актуальные темы. И прямо сейчас о международном сотрудничестве трансплантологов Брещена с европейскими коллегами нам расскажет наш гость. В студии «Утреннего эспрессо» Ростислав Лавренюк, внештатный врач-трансплантолог области. Ростислав Петрович, доброе утро. Здравствуйте. Ростислав Петрович, ну не может не радовать тот факт, что теперь жителям Беларуси и Брестской области, в частности, не нужно ехать за границу для того, чтобы провели сложнейшую операцию по трансплантологии, верно? Как давно эта отрасль медицины получила распространение в нашем регионе непосредственно? В Брестском регионе развивается трансплантология с 2011 года. В мае месяце 2011 года провели первую трансплантацию почки. Это был пилотный проект и успешное завершение этого проекта стало развитие региональной трансплантологии во всей Республике Беларусь, включая все областные центры. Это было очень важно, потому что жители нашей области с 2011 года не ездят ни за границу, ни в Минск для трансплантации почки. Но наши профессионалы, медики ездят и за границу, и также приезжают специалисты и из-за границы для того, чтобы посмотреть и перенять наш опыт, верно? Да, верно. И буквально вот несколько дней назад была комиссия у нас с Евросовета. Эксперты по трансплантологии и органном донорстве приезжали и оценивали ситуацию развития в нашем регионе. Есть чем похвалиться? Отрадное было заметить, что на нашем уровне в Брестском регионе оценка специалистов была очень высокая. И не только оценка как организации самой развития трансплантации и органного донорства в нашем регионе, но и развития самих методик, самоорганизационной модели, оборудования. То есть, в принципе, они сказали, что в некоторых моментах не во всех трансплантационных центрах Европы есть такое оборудование и проводится такое перечень операций, как у нас. То есть, мы соответствуем европейским стандартам? Более того, можно у западных коллег не учиться? Обмениваться опытом в обязательном порядке, потому что у них некоторые моменты есть, которые мы не делаем. Но они сказали, что у вас есть методики, которые они не применяли ранее и готовы поделиться мы своим опытом, а они своим, естественно, и это будет только для трансплантации и для здоровья людей нам намного перспективнее. Ростислав Петрович, а сколько всего операций проведено в Брестской области с момента развития, вот начала развития трансплантологии? С момента развития трансплантологии в Брестском регионе около 200 операций. Нуждаемость населения в этих видах операций возрастает с каждым годом. И как бы мы ни старались делать большое количество операций, лист ожидания не уменьшается, к сожалению. Все виды операций, которые мы проводим на данный момент, специалисты проходили обучение, была закупка оборудования. Но самое главное, мы набираемся, не только помогаем людям, но набираемся большого опыта. Опыта, как специалисты и медицина с развитием трансплантологии в нашем регионе только повышает свой уровень. Потому что трансплантология тянет за собой развитие не только хирургической отрасли, не только амбулаторного звена, но и таких отраслей, как ультразвуковая диагностика, как лапароскопическая диагностика, другие методы исследования, лабораторные методы исследования. Это за собой тянет на более высокий европейский уровень и европейские стандарты. Ростислав Петрович, недавно в столице проходил конкурс социальных проектов, и я знаю, что ваша инициативная группа взяла одну из номинаций. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за инициатива такая, на что она направлена, на кого в первую очередь? У нас, во-первых, есть в регионе Первой Республики Беларусь общественная организация, связанная с трансплантацией органов и тканей. Это называется социально-процентрическое учреждение, международный центр, донорство, деятельность, трансплантация. Цель этой организации – всевозможно давать людям информацию, открытость этой системы, помогать людям не только в социальном значении, то есть трудоустройство инвалида, потому что все пациенты, которые пациенты трансплантации органов, они являются инвалидами той или иной группы. И социальная реабилитация, в том числе и юридическая помощь, в том числе и психологическая адаптация – это включается именно в эти мотивации и цели. «Сошлый уикенд» – это программа социальных проектов, которая была, и наша программа «Школа возрождения» выиграла гран-при. В чем заключается суть этого проекта? Это в том, чтобы обучить одного или двух специалистов, медицинских работников или трансплантологов, чтобы в дальнейшем обучать и открыть школу, так называемую «Школу кризисной психологии органного донорства» на базе Брестского региона. Это означает, что должны разговаривать, оценивать ситуацию, информировать как родственников, скажем, доноров, так родственников и пациентов после трансплантации и помогать в той или иной степени как психологически, так и юридически. Хотелось бы подвести некоторые итоги вот именно этих проектов и этой темы, потому что в том регионе и в той стране, где люди доверяют медицине, будет развиваться как трансплантология, так и органное донорство. Спасибо большое, что наше время пришли к нам в гости с наступающим праздником. Всех благ и вам поменьше работы. Спасибо огромное. Ну, хотелось бы, понимаете, работа не ждет и нужно всегда работать даже в Новые годы и в праздники. Спасибо вам огромное за то, что осветили такую хорошую тему. Спасибо. Плодотворная рабочая неделя. Спасибо большое. Спасибо. А мы напоминаем, что за чашечкой ароматного эспрессо о возможностях трансплантологии с нами беседовал Ростислав Лавренюк, главный внештатный врач-трансплантолог области. А мы возвращаемся в студию программы и еще раз напоминаем вам, дорогие телезрители, что вы можете смотреть нас на телеканалах Беларусь-2 и Беларусь-4 Брест, где мы продолжаем заряжать вас позитивом и настраивать на плодотворный рабочий день. Ну что ж, начинаем с интересного. Город Брест передал эстафету культурной столице Беларуси молодечно. Кто не знает, проект культурная столица Беларуси стартовал в стране пять лет назад. Первым этого статуса был удостоен Полоцк. Затем эстафету подхватили Гомель, Несвиш, Могилев, Гродно и Брест. В областном центре в торжественной обстановке наградили тех, кто в этом году внес заметный вклад в культурную жизнь города. Но это руководители и работники учреждений культуры, журналисты, художники, музыканты и меценаты. А сейчас информация в продолжении новогодней культурной темы. Кстати, Катя, а ты веришь, что под Новый год мечты забываются? Дениса, не просто в это верю. Я в этом уверена на всех сто процентов. Кстати, в этом могут не сомневаться не только дети, но и даже взрослые. Но кто не верит, пусть спросит у Золушки. Как, например, уже сделали зрители Брестского академического театра драмы. Они побывали на новогодней премьере, окунулись в настоящую сказку. Ее здесь поставил режиссер Денис Федоров. Правда, эта Золушка – совершенно новый взгляд на известное всем произведение Шарля Перо. Ну, я думаю, мы не будем больше интриговать наших телезрителей, а просто посмотрим сюжет нашего корреспондента Татьяны Болтать. Доброе утро. Праздник все ближе, а это значит, каждый из нас готовится к встрече с новым 2016 годом. В предвкушении волшебства мы вовсю запасаемся подарками и сюрпризами для родных и близких. Не остался ни у дел и Брестский академический театр драмы и музыки. Актеры целых четыре месяца готовились к этой встрече с малышами и их родителями. И вот звездный час настал. Все королевство готовится к балу. Король таким весьма хитрым образом задумал устроить смотриный невест, причем без ведома сына. Вельможные господа и дамы заказывают наряды, а леди учатся манерам. Все для того, чтобы попасть в расположение высокопоставленных особ и выгодно породниться. И только бедная Золушка остается дома. Наряда нет, туфель тоже, да и поручений у нее в эту ночь более чем когда-либо. Золушка, бей мне подушки, бабушка. Боя сушит, у тебя кто-то ласка. Давит картин, мне душать неудобно. Золушка, муха мешает мне думать. Золушка! 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 Всеми любимая Золушка Шарля Перро на сцене Брестского академического театра драмы и музыки поставлена впервые. И сразу в современной интерпретации Дениса Федорова. Сюжет остался классическим, но в спектакль включили множество спецэффектов и юмора. В качестве героев высокопоставленные чиновники, золотая молодежь и стилисты-визажисты. Это человек знает, что такое вообще. Кругом, маутина, колючки, шепы. А куда? Мадмуазель. Прошу простить за мое громкое вторжение. Вот это ни в какие ворота вообще. Слава Цыцковский, например, в свой образ Бербера вживался недолго, но, признается, было весьма не по себе. Всплывали вот образы Зверева. Так тут не только Зверев, но и любой утонченный человек, который имеет какую-то жеманную пластику очень. И вот эту вот, так сказать, женственность очень можно встретить часто среди парикмахеров, там всяких стилистов. Янина Малинчик в детстве очень любила сказку про Золушку, правда, всегда олицетворяла себя с главной героиней. Но вот в спектакле ей досталась роль мачехи. Здесь нам режиссер давал главную установку, что остро отрицательных персонажей быть не должно. Сказка для детей, и здесь такого откровенного зла присутствовать не может. Поэтому, когда я делала мачеху особо стервозной, меня каждый раз пригашали, говорили подобрее, добрее, добрее, поспокойнее, чтобы детки не пугались. И более того, малыши были преисполнены радости. Он смотрел очень внимательно, с глазами нараспашку. Ему понравилось... что понравилось у Золушки? Золушка. Платье. Платье. Платье Золушки понравилось. Мне понравилось, что она научилась танцевать, и поженились они. И жили долго и счастливо. Когда смотришь, что твой ребенок это все переживает, смотрит, и возле тебя ерзает на стуле. Это очень приятно, вы понимаете. Большое спасибо артистам и всем, что они так молодцы вот делают, организовывают вот это все. Но одним лишь спектаклем сюрпризы не ограничились. Сразу после постановки детей ожидала карнавальная программа у красавицы Ёлки. С Дедом Морозом, Золушкой и ее сестрами, мачехой, королевским котом и остальными персонажами из сказки. И этот праздник здесь будет каждый день до самого Нового года. Для меня эта сказка тоже обращение к детству, обращение к этой интересной, поучительной истории, да, о Золушке, о добре, о мечте, о том, что надо верить в чудеса, о том, что мечты сбываются. Даже если очень трудно, чудо произойдет, выход есть, и надежда остается, и мечты воплощаются. Здесь говорят, увидеть спектакль обязательно нужно и взрослым, хотя бы для того, чтобы вспомнить, как это, верить в чудеса, а главное знать, что самые заветные мечты обязательно сбываются. Говоря о Золушке, а твои детские мечтания были какими? Кем ты хотела стать? Ну, ты знаешь, я мечтала быть, наверное, как любая девочка в юном возрасте, актрисой, либо всемирно известной моделью, но, как видишь, не вышло. Ну, вышло что-то другое, и тоже неплохо, кстати, такое вот детское мечте жительниц Франции будет сбиться довольно непросто, ведь теперь манекенщиц будут отбирать еще тщательнее. Французский парламент запретил работать в стране слишком худым моделем. Недавно депутаты Национального собрания приняли соответствующую поправку к законопроекту о здравоохранении в рамках борьбы с анорексией. Да ты что, инициатива была поддержана, да? Ну, конечно, всеми руками, только за. Даже министр здравоохранения считает тревожным факт присутствия чрезмерно худых моделей в фэшн-индустрии. Согласно новому законопроекту, модель должна быть старше 18 лет, весить не менее 55 килограммов при стандартном для манекенщиц росте около 175 сантиметров. В случае возможных нарушений виновным грозит до 6 месяцев тюрьмы и штраф в размере до 75 тысяч евро. Вот так жестко. Ох, мне кажется, лучше в фэшн-индустрии рисоваться, заниматься вещами более приземленными, что ли. Какими, например? Ну, например, как героиня нашего следующего сюжета, можно посвятить свою жизнь искусству, например, заняться рисованием, ну и в будущем открыть свою студию анимации. Мне нравится работать с детьми, потому что я в них чувствую искренность, я с ними на равных стараюсь общаться. Часто выхожу в занятии, абсолютно другое видение мира. Я чувствую, что вот там я настоящая с ними. Я не чувствую, что они младше меня, что они глупее меня. Я думаю, что вообще у меня своя теория по поводу того, что когда ребенок маленький, у него есть все знания и понимания этого мира. В городе Энн, где имелись дома, дороги, подъезды, аптека одна, красивые окна, заборы, гараж, забытый давно на вокзале багаж, большой магазин, антикварные крыши, на ветхом балконе старинные ныжи, собаки и кошки, кусты и каштан, и город, конечно, имел гаража. Мультяшные герои и декорации – все руками детей. Идея сделать такой мини-мультфильм пришла Ольге Стрижневой неожиданно. Говорит, дети сами подтолкнули. Еще буквы хочешь? А ты знаешь свою букву, Ксюгер? К. К. Слепишь? Да. Для Ксюши это первый мультик. Пока она не совсем понимает, что должно получиться. И для всех остальных это тоже маленькая тайна. Но, надеется, Ольга, еще пару таких занятий, и малыши сами начнут придумывать подобные сценки. А пока им просто интересно сначала лепить, потом выстраивать, перестраивать. В общем, такая забавная игра с элементами творчества. Или, наоборот, творчество главное. Училась Ольга в Брестском университете имени Пушкина. Специальность – педагог-художник. Как и многие выпускники, видела себя художником. Но, отработав три года с детьми, поняла – это особый мир, который просто так ее не отпустит. Ну, я храню все детские рисунки. То, что я ценю в рисунках, оно не всегда привычно для глаза. То есть у нас обычно детский рисунок – это что-то такое упорядоченное, то, что хотят видеть в идеале взрослые, учителя, родители. А я вот люблю такие эмоциональные вещи. Это рисунок моего друга из детства. Он уже взрослый дядя. А это вообще забытые рисунки детские, которые я скомпоновала. Все разные авторы. Чем интересны детские рисунки? Они живые и непосредственные. Я когда стала работать с детьми, мне стало даже стыдно порой за свои работы. Потому что такая замкнутость, она не присуща совершенной детским рисункам. Вот эта вот ненаигранность мне очень нравится. Дети дают толчок к новым идеям в творчестве. То, что я делаю с брошками, то, что я на них рисую, это такие, наверное, это у меня связано с каким-то детством. Такие вот мотивы, которые мне приносят радость, которые мне ассоциируются с любимыми детскими книжками, или просто с воспоминаниями, или, может быть, с возвратом в прошлое. Вот такие всякие молоко, лук, простые понятные вещи. А вот целый проект, который Ольга хочет осуществить, тоже из детских рисунков. Одна из идей, которую я хочу продвинуть, это попробовать детские рисунки на поверхностях различного типа. Сделать их, привнести их в дизайн. Вот, например, это рисунок четырехлетней девочки. Она рисовала клубнику, а я уже, в свою очередь, в фотошопе наложила на бутылку и придумала, что это будет клубничный йогурт. Ольга говорит, что благодаря детям реализовывается сама и совершенствуется в своем творчестве. Сегодня ее главное направление – графика. Больше все-таки это иллюстрация, потому что на основе своих иллюстраций я открытки свои делаю. Это графика, иллюстрация, компьютерная графика иногда может быть. Хотя пока все, что мне интересно, все, что мне в планах – это отточить мастерство в рисовании каких-то таких этюдов, набросков с натуры. Ну, а на этом Ольга не ставит точку. Со временем хочет прийти к живописи. Ну, а как же работа с детьми? У меня где-то такое мечтание еще со школы было – иметь свою художественную школу, где там дети могли бы развиваться. Я бы, наверное, вообще весь первый год их ничему не обучала, а просто училась смотреть. Она понимает, что сначала нужен опыт и знание, и потом у каждого свой взгляд на мир. Каждый видит мир как-то по-особому. Главное, чтобы он совпадал с тем идеальным миром, который он себе хочет представить. Ей комфортно в этом мире, потому что она научилась смотреть на все немножко глазами детей. А может, еще не разучилась. Но ведь в каждом из нас живет ребенок. Жаль, что мы стараемся об этом забыть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы смотрите «Утренний эспрессо» вторник, 22 декабря. Мы продолжаем и прямо сейчас расскажем о программе новогодних и рождественских мероприятий, которую нам готовит БРСМ. У нас в гостях второй секретарь Брестского областного комитета этой организации Николай Луговской. Николай, доброе утро. Доброе утро. Николай, Белорусский Республиканский Союз Молодежи в очередной раз подтверждает то, что делать добрые дела это совсем не сложно, а даже жизненно необходимо, верно? Верно. Действительно, в канун новогодних праздников и рождественских мероприятий, которые ежегодно проводятся во всем мире, в нашей стране, наш Союз Молодежи тоже не остается в стороне. Маленькие дети, люди вообще, которые нуждаются во внимании и верят в чудеса, мы эти чудеса стараемся исполнить. Свои мероприятия мы начали с такого широкомасштабного мероприятия, которое там был в республике, это ежегодный мотворительный марафон «Вся краски жизни для тебя». 14 декабря в областном культурном центре при поддержке многочисленных организаций, это и фонда мира, и такого центра, как арт-пиперф, резко-областного комитета непосредственно исполнительного и других организаций, мы провели такое мероприятие, крупное, обладательный концерт, который разделился у нас тоже на две части. Это, прежде всего, сам концерт, где были собраны и подарены средства определенные семье Хинич, которая тоже нуждается в этом, и в дальнейшем, я думаю, люди и помогут этой семье. А также была проведена елка желания, так называемая, где дети, тяжелобольные, в основном эндокологическими заболеваниями, загадали свои самые заветные желания, которых на Новый год и Рождество не хотели бы получить. Всего мы получили 14 желаний под этой елочкой, желания были самые необыкновенные, например, ребенок хочет получить в подарок автограф Сергея Безрукова. Сегодня мы выходим на Российскую Федерацию молодежной организации, будем этим вопросом заниматься, думаю, желание сбудется. То есть, в сапад Новый год случается все-таки? И самые необычные желания, и самые простые, то есть, ребенок хочет получить машинку в подарок или домик для котика, то есть, все эти желания совместно с неравнодушными людьми, со спонсорами мы постараемся воплотить жизнь. И 14 часа в областном культурном центре пройдет новогодняя елка желания, которая будет венчать вот эти все наши благодарительные мероприятия. Мы вот эти 14 подарков постараемся детям вручить. В территориальных же комитетах наших, они тоже не остаются районы без участия, то есть, они активно в это включились. Различные мероприятия характера, для примера приведу, например, у нас есть Московский районный комитет, Жабенковский, Столинский, которые посещают детей в центрах коллекционно-разважающего обучения и реабилитации. То есть, это дети тоже с различными заболеваниями физическими, психологическими, они им там вручат подарки, выступят в роли Деда Мороза и Снегурочек некоторые. Посетят детские социальные приюты, например, как Кобринский районный комитет, Пинский районный комитет, а также все многодетные практически семьи будут охвачены. То есть, постараемся всем детям, пускай не большие сувениры, подарки, но от Республиканского Союза молодежи и всех, кто нам помогает, вручить. Ну, вы, наверное, делаете вот эти добрые дела, вот эти чудеса, случаются они ведь не только под Новый год, правильно? Вы же на протяжении всего года устраиваете подобные благотворительные марафоны, различные акции, верно? Ну, действительно, на протяжении всего года у нас, так называемые, действуют отряды Доброе сердце по всей территории Республики Подогиды, нашей организации. И мы помогаем не только детям, молодежи, мы также помогаем ветеранам Великой Отечественной, престарелым людям. Даже в этом году в Республике областной комитет, наша особенность здесь, мы оказали содействие, вот, помощь нас просили, непосредственно приют для бездомных животных. То есть, и в эту программу тоже включили, будем стараться помогать. Поэтому и в дальнейшем, если к нам будут обращаться, по мере своей возможности и возможности наших спонсоров, партнеров, будем стараться действовать в этом направлении. Николай, заканчивается 2015 год. Год молодежи. Сожаление есть о том, что он уже все завершается? Сожаление есть о том, что он завершается, еще не все сделано, хотелось бы сделать больше. Я думаю, что 2016 год, который уже не будет годом молодежи называться, но мы постараемся вот те достижения и те вещи, которые мы сделали, приумножить. Приумножайте. Спасибо большое. Хорошего дня и с наступающими праздниками. Вас тоже. Спасибо, Николай. Ну, а мы напоминаем, что второй секретарь Брестского областного комитета общественного объединения БРСМ Николай Луговской делился с нами программой благотворительных праздничных мероприятий. Денис, скажи, вот с чем у тебя ассоциируется Новый год? Ну, мне кажется, кроме банальных мандаринов, шампанского и запаха елки, это еще та атмосфера, которая царит на улицах городов и множество улыбок от наших жителей. Но я вообще считаю, что Нового года есть свой вкус. Для меня, например, это вкус традиционного салата оливье. Тоже неплохо. А утренний эспрессо предложил известным людям регионов вспомнить и приготовить праздничное блюдо с детства или то, что принято подавать к новогоднему столу в их семьях. Итак, с чем же у них ассоциируется Новый год? Какими событиями запомнился 2015-й? Добро пожаловать к праздничному столу Ангелины Пипер. Доброе утро! Несколько дней остается до начала одного из самых волшебных и ожидаемых каждым из нас праздников – Нового года. Поэтому самое время перелистать страницы детских воспоминаний, поговорить о семейных традициях встречи Нового года. Ну и, конечно же, о сопутствующих праздничной атмосфере, ароматах и вкусных блюдах. Именно поэтому мы находимся сегодня в замечательном баре «Школа вкуса», который совсем недавно открылся в Бресте. И сюда мы пригласили сегодня утром юную белорусскую певицу и актрису, просто очень обаятельную и красивую девушку, нашу землячку Ангелину Пипер. Доброе утро, Ангелина! Доброе утро! Ну, конечно же, помимо того, что мы обязательно узнаем, думаю, нашим телезрителям, конечно же, интересно, с чем у тебя ассоциируется Новый год, какие твои яркие, наиболее детские воспоминания. Но мы еще будем и готовить что-то интересное, что ты нам сегодня какой-то рецепт придумала. Сегодня мы будем готовить очень легкий и простой салат, который называется «Арбуз». Нам понадобятся помидор, огурчики, сыр, майонез, маслины и ветчина. Кстати, Ангелина, я забыла тебе сказать, что у нас сегодня есть вкусный партнер нашего мероприятия. Это производитель колбасных изделий и мясной продукции разнообразного ассортимента, известное наше брестское предприятие «Инкофуд». Поэтому посмотри, пожалуйста, вот из этого богатого вкусного ассортимента что-то нам подойдет сегодня. Я думаю, вот это как раз подойдет. Все мы будем резать на терке. Посмотри, во-первых, правильно ли я все это нарезала? Да, но только еще... Поменьше, да? Можно оставить? Кстати, Ангелина, сколько ты вообще предпочитаешь какие-то блюда такого диетического плана, легкого, может быть? Или позволяешь себе иногда расслабиться и те же десерты, или какие-то плотные мясные блюда? Я не особо люблю сладкое, я люблю больше мяса. Здорово, я завидую. Мы с ней покупаем также продукцию «Инкофуд», очень любим. Ну, как-то я особо не то чтобы слежу за правильным питанием, здоровым питанием. Просто отказываюсь от всякой вредной пищи. Ну, к тому же у тебя такой плотный насыщенный график, что, наверное, и нет возможности у каких-то лишних килограммов у тебя задержаться. Задержаться, да. Нам нужны маслины, их мы нарезаем кружочками. Давай я помогу тебе. Да, маслины. И порежу маслины. Ну, а интересно, Ангелина, вот 31 число, уже наверняка все какие-то выступления завершены. Откладываются. Откладываются, да, семейный праздник. Кстати, про Дед Мороз я могу вам рассказать. До 10 лет ко мне приходил Дед Мороз. То есть ты верила до 10 лет Деда Мороза? Да, я искренне верила в Деда Мороза. И один раз был такой уже в 10-м году. В случае, что Дед Мороз приходит и приносит такой огромный просто мешок с подарком, который полтора метра, можно сказать, там лежала фортепиано электронная. Дед Мороз просто попросил больше не заказывать таких подарков, потому что ему было очень тяжело. Но хочу отметить, это не был мой папа, это был настоящий Дедушка Мороз, поэтому нужно верить в чудеса. Ангелина, команду что дальше? Какая следующая стадия приготовления? Да, дальше мы добавляем майонез в наш салатик. Ну, добавляем по вкусу, я не люблю очень много майонеза, поэтому не очень много мы добавляем. Это мы перемешиваем, да? Скажи, пожалуйста, Ангелина, подарки ты любишь дарить или получать? Наверное, я больше люблю делать подарки, дарить подарки, чем получать. Потому что я погружаюсь в эту атмосферу праздника, я начинаю думать, у меня появляются творческие идеи. И очень люблю делать подарки своими руками. Так, Ангелина, что дальше? Мы это должны куда-то все переложить красиво, да? Да, нам нужна плоская карелочка. Обязательно плоская. Вот. Нам понадобится большой желательный нож. Мы, наверное, должны держать ножик вот так вот ровно, чтобы у нас получился ровный полукруг. А к Новому году какой стиль ты выбираешь? Готовишься ли ты заранее с вечерним платьем? Или в домашней обстановке ты позволяешь себе быть по-домашнему уютной? У нас такая привычка, идея с мамой всегда на Новый год быть в новой одежде. Угу, хорошая, да. Всегда быть по-новому платьюшкой. Это какое-то поверье какое-то... Ну, не то чтобы поверье, я просто... Установить на такую семейную традицию, да? Этого достаточно? Думаю, да. Так, теперь мы... Убираем нож. Ангелина, скажи, а загадываешь ли ты каким-то необычным способом, ну, традиционно, это вот бумажку взять, написать, сжечь, успеть это все за бой курантов? Есть у тебя такое обычное? Ну, последние два года мы так делаем, и я кидаю это в сок и выпиваю, чем быстрее. Убирается? Да, у меня... Сто процентов, то есть рекомендуешь? Да, у меня загадываю не то, чтобы определенные какие-то желания, просто чтобы всегда все были здоровы, например, либо чтобы получалось все всегда. Ну, а в целом, вот, итоги подводишь к концу года? Как, что можешь сказать про 2015? Удачный он для себя оказался год? Все ли задуманное осуществило? Ну, я думаю всегда каждый год, что все, что не случается, все не зря. Новые знакомства, новые какие-то продвижения в творчестве, все всегда к лучшему. Ну, а самым таким достижением этого года что можешь стать? Ну, возможно, что исполнилась моя мечта, мечта нашей семьи, мы открыли творческий центр. Кстати, помидорки мы можем выложить. Я вам помогу? Аккуратненько постараемся. Только не на все. Так, теперь мы выкладываем сыр полукругом, желательно красивенько. Так, а сыр это у нас символизирует что в нашей корке? Это прослоечка, да? Да, прослоечка у нас получается. Так, теперь мы берем огурец. Огурчики, да. И аккуратненько. Так, а украшать зернышки мы будем... Это нам нужны маслины. Маслины. Давай я тогда порежу маслины. Ангелина, как-то ты была участницей нашей программы «Утренний эспрессо», и там мы говорили о том, что ты являешься студенткой Академии Игоря Крутого. Что на сегодняшний день? Продолжаешь ли ты ездить и встречаться со своими сокурсниками, если так можно сказать? Мы встречаемся с ребятами, мы общаемся и хорошо дружим, и я очень рада, что знакома с ним. Ну что, я так понимаю, это финал? Думаю, да, нашего блюда. Ну, замечательно, очень красиво, и я думаю, что это блюдо может быть украшением любого стола и новогоднего в том числе. Да, делайте такой салат, и пусть он принесет хорошее настроение и новогоднее настроение, и вдохновит вас, когда вы будете его готовить. Конечно же, какой праздник новогодний, без подарков. Наш вкусный партнер, который производит разнообразную вкуснейшую мясную продукцию, предоставил нам такую возможность вручить тебе эту замечательную корзину с таким вкуснейшим разнообразием, которое, я думаю, что в том числе станет украшением вашего семейного новогоднего стола. Спасибо огромное, мне очень приятно. Ну и поздравляем тебя с наступающим Новым Годом, улыбок, радости, счастья и осуществления всех твоих желаний. Спасибо. Я также вам желаю всегда хорошего настроения, настоящих друзей и просто всегда позитива и улыбок. Дорогие телезрители, но вам я хочу напомнить, что у каждого Нового Года, конечно же, свой вкус. А вот какой будет послевкусие, во многом зависит от нас самих. Улыбок и хорошего настроения в течение всего дня. Всего доброго. Доброго начала дня. Говорим телезрителям телеканала «В Беларусь-2» и «В Беларусь-4» Брест. Здравствуйте. Надеемся, что рецепт Ангелины Пипер вас вдохновил. Ну а мы объявляем новый конкурс под названием «Завтрак от папы». Его суть проста. На почту телерадиокомпании Брест, прежде всего, конечно, заходите на наш сайт, вы можете присылать видео с лучшими рецептами завтрака в исполнении главы вашего семейства. Лучший вариант будет выбирать посетителей сайта, на котором и будет проходить голосование. Самые интересные видеоролики мы обязательно посмотрим и в утреннем эспрессо. А почему бы тебе не поучаствовать в конкурсе? Надо подумать. Ну а мы пока напомним, пока Денис думает, что в эфире мы теперь почти полтора часа, причем первые 45 минут сразу на двух телеканалах «Беларусь-2» и «Беларусь-4» Брест. Ну а со зрителями «Беларусь-2» мы прощаемся до завтра. Всего доброго. Увидимся, как всегда, и в региональном эфире «Двойки». Доброе утро зрителям телеканала «Беларусь-4» Брест. С вами Катерина Стриха и Денис Липкин. В утреннем эспрессо, как всегда, только самые интересные новости жизни мира страны и Брестского региона. А начнем вот с такой. Подвешенный кофе появился в городе Бресте. Нужно сказать, что традиция подвешенного кофе или со спезо пришла к нам из Неаполя. Суть в том, что клиент платит за две чашечки этого бодрящего напитка, а получает только одну. И за счет этого бездомные бедняки могут позволить себе зайти в кафе и спросить, а не придержал ли кто-нибудь для него лишнюю порцию напитка. И стоит отметить, что в одной из Брестских кофейн есть подвешенный кофе. Так что можно обращаться всем тем, кто желает принимать в акции, быть как с одной, либо с другой стороны. Либо меценатом, либо просто-напросто бесплатно попить кофе. Ну действительно, а почему бы не сделать доброе дело для хорошего, пусть и незнакомого или для малознакомого человека? Правда же? Прямо сейчас утренний эспрессо также подвешивает два напитка бодрящего кофе, которые вы можете подойти и просто-напросто попросить в таких гипермаркетах, как Алми, Евроопт и Микс. Конкретно вы узнаете после того, как станете обладателем этой специальной карты от нашего партнера Coffeeway. Единственное, что необходимо прямо сейчас прислать верный ответ на наш портал 99.00. Итак, Екатерина, каким будет вопрос? Итак, внимание, вопрос. Кто был изобретателем растворимого кофе? Всем известно, что простой кофе произрастает сам по себе, а вот что касается кофе, к которому приложил руки человек, вам необходимо написать имя и фамилию и отправить данные смс на 99.00. Я еще раз напомню, что два напитка в больших гипермаркетах для вас и вашей спутницы, для вас и вашего ребенка, собственно говоря, как сами посчитайте, так и распорядитесь. Так что принимайте участие в розыгрышах, дорогие друзья, присылайте смс на наш короткий номер, но мы будем готовить в будущем для вас не менее интересные конкурсы. Ну а сейчас идем далее по эфиру. Что там у нас? Ну а сейчас Татьяна Колокольцева расскажет нам о ребятах, которые занимаются не менее добрыми общественно полезными делами. Смотрим видеоматериалы об экологическом фестивале. В конце года, как и положено, финал. Это заключительный этап седьмого регионального эколого-туристического фестиваля Тайны Прибургского полесья. Команды учеников из 15 школ Бреста, Брестского и Жабенковского районов в течение целого года участвовали в самых разных конкурсах. На этот раз было три номинации. Конкурс «Проект-презентация», музыкальный и фотоконкурс. Сам фестиваль проходит в три этапа. Первый этап – это у нас природоведческие экскурсии, которые проходят по территории нашего биосферного резервата Прибургское полесье. Второй этап – это экологическая викторина, где мы проверяем знания детей, которые они получили на этих экскурсиях. Ну и третий этап – это финальный. Сегодня – это подведение посредственных итогов. Привлечь молодых к проблемам глобального масштаба, но в доступной и интересной для них форме. Это, пожалуй, главная цель подобных мероприятий. На самом деле, если дети интересуются и увеличивается количество экскурсий по экологическим тропам наших школьников, увеличивается количество команд, которые хотят участвовать в этом фестивале, то это говорит о том, что он нужен и он интересен. И мы будем его продолжать. С каждым годом в фестивале принимает участие все большее количество ребят. Значит, им это интересно. На нашей планете природа – это очень важно. Мы должны защищать ее. Мы очень хотим, чтобы то, что мы говорим со сцены, услышали и прислушались к этому многие люди. Мы очень рады, что на это мероприятие приходит столько людей, потому что мы не думали, что столько людей за то, чтобы сохранять природу. Часто разговариваем со своими сверстниками, одноклассниками, родителями насчет того, что надо беречь природу, что нельзя бросать мусор. Также надо сажать новые деревья, чтобы природа не умирала. У нас гимназия не посвящена биологии и защите, но мы сами выдвинулись и сами пытаемся делать, защищать природу, пытаемся, чтобы это услышали, чтобы нас услышали люди, чтобы задумались, хотя бы задумались. Этот фестиваль – одно из звеньев проекта по переходу Беларуси к зеленой экономике. Республиканский заказник Прибургской Полесье – пилотная территория этого проекта. Что значит пилотная территория проекта? Мы вкладываем сюда средства в обустройство экологического информационного центра, которое находится в деревне Леплевка Брестского района. Помимо вот этих материальных, скажем, благ, наша задача, конечно, и рассказать, опять-таки, о бережном отношении к природе, о том, что такое экология, о том, что мы должны бережно относиться к нашим ресурсам, о том, что вот приехали в заказник, возьмите велосипед, покатайтесь, да, а не на машине. Ну, вот такие вещи. Поэтому мы поддерживаем в рамках проекта, в том числе проведение очень многих мероприятий по всей Беларуси. Ну, вот один из них – это фестиваль, вот эта тайна Прибургской Полесье. Совсем не важно, кто в этом конкурсе стал победителем. Главное, молодые узнали больше и о своем крае, и о том, как сберечь наш уголочек природы, а значит, и планету. Утренний эспрессо продолжает делиться с вами только самой полезной и актуальной информацией из жизни мира страны и региона. Денис, ты знаешь, я смотрю на тебя каждое утро и удивляюсь, поражаюсь просто, можно сказать. Как тебе дается быть таким бодрым? Секрет прост, он здесь, на столе, друзья мои. Чашечка бодрящего напитка под названием эспрессо, и все в чувствах с самого утра. И, наверное, еще позитивный настрой ко всему прочему. Продолжаем им делиться с нашими телезрителями. Кстати, оказывается, что еще один из самых действенных способов взбодриться и получить заряд позитива на весь предстоящий день – это утренняя пробежка. Медики уверяют, что люди, которые начинают день с зарядки или с небольшой пробежки, более устойчивы к стрессам, имеют хорошую физическую форму, менее подвержены депрессиям и простудным заболеваниям. Так что имейте это в виду, уважаемые телезрители. Мало того, Катерина, в Бресте есть инициатива, она называется «Берестейский забег». И вот активисты данной инициативы встречаются, привлекают как можно больше людей по воскресеньям с утра, ну а когда же еще, в парке или на грибном канале, при любой погоде. И, конечно же, что делают? Бегают на здоровье. Нужно заметить, что возможность присоединиться к начинающим спортсменам есть и у нас с вами, дорогие телезрители. Это, кстати, очень замечательная идея, мне кажется, ее обязательно стоит взять на вооружение, Денис. Ну а мы продолжаем, и прямо сейчас, в следующие эфирные мгновения, также посвящаем спорту и здоровому образу жизни. От первенства школы до полноценного чемпионата области такой путь за 8 лет существования преодолел старт по спортивному ориентированию в школе номер 33. В эти выходные он собрал рекордные полтысячи участников, поэтому организаторам к подготовке карт пришлось подойти еще изобретательней. И в этом году уже ребята бегают не только по школе, но и на улицу, по территории школьного двора, уже настоящая спортивная карта. Между прочим, для каждого из представленных возрастов и уровней подготовки здесь предусмотрен свой замысловатый маршрут. Поэтому искать контрольные пункты интересно как взрослому мастеру, так и первокласснику. В рамках соревнований даже образуются целые династии. Я сама занимаюсь спортивным ориентированием лет 17 уже, поэтому это интересный вид спорта. Всегда интересно и подумать, и побегать. Сочетает и спортивную составляющую, и умственная нагрузка. Вот сегодня привела первый раз сына тоже, чтобы он, скажем, приучался к хорошему делу, что-то интересное, вместе с ним изучал, ориентировался. Я думаю, мы потом и на лесные старты выйдем. Мне очень понравилось в таких соревнованиях, я буду участвовать. Кстати, спортивное ориентирование по примеру некоторых стран Скандинавии вскоре может стать более доступным развлечением и для наших школьников. В республике муссируется вопрос о том, чтобы сделать спортивное ориентирование как факультативными занятиями и ввести его в школьную программу. Уже даже проекты, программ есть такого вида спорта. Так называемый 3D-формат, включающий контрольные пункты на всех трех этажах здания и улицы, привлекает внимание не только местных любителей этого спорта, но и гостей со всех уголков Брещины. В этом году испытать свои силы приехали туристы из 12 районов области. Здесь можно отвлечься от всего, от этой суматохи, которая нас встречает у нас дома. Можно провести время с друзьями, можно даже отдохнуть. Такая несколько нестандартная разновидность спортивного ориентирования в то же время позволяет держать себя в тонусе на протяжении всего зимнего периода и, как следствие, в лучшей форме подойти к большим летним стартам. Субтитры создавал DimaTorzok К нам, начальщик ароматного эспрессо. Заглянула инструктор-волонтер и популяризатор скандинавской ходьбы в Брестской области Ольга Рубанова. Ольга Михайловна, доброе утро! Доброе утро всем! Скажите, к нам на утренний эфир также пришли с помощью специальных приспособлений? Да, это нордик-палки или, значит, палочки для скандинавской ходьбы. И это очень интересный вид уже даже спорта, но прежде всего это вид физической активности. Сама лично я занимаюсь уже три года, и при институте третьего возраста у нас появился уже второй год обучения именно скандинавской ходьбе. Это не так просто, что взять палочки и просто идти, потому что здесь главная задача – перераспределить нагрузку, убрать ее с ног, с поясницы, и чтобы заставить работать все мышцы. При скандинавской ходьбе работает более 95% крупных мышц. Ну а поскольку мышцы – это одежда для нашего позвоночника, то это, естественно, мы начинаем себя лучше чувствовать. И благодаря уже скандинавской ходьбе, даже те, кто у меня занимается с сентября месяца, уже есть результаты. Результаты какие? Люди стали себя чувствовать лучше. У нас даже есть люди, которые занимаются после инсульта. У нас есть люди, которые имеют сердечно-сосудистые проблемы. Это все помогает лучше себя чувствовать. Ну а на собственном примере почувствовали. Три года назад же только узнали. Так обычно ходили до этого. Что изменилось в вашей жизни с тех самых пор? Я себя чувствую на десяток лет моложе, это точно. Так выходит, что это панацея. Уточнять не будем, сколько вам, конечно. Так выходит, что это панацея от многих болячек. Во-первых, это эмоциональный настрой. Когда люди собираются, вот у меня в группе на Востоке, их около 30 человек. И когда это приходит, это люди, которые занимаются одним и тем же интересным делом. Это, во-первых, эмоциональное настроение. Во-вторых, это получается двигаться. И самое интересное, что в любую погоду мы идем именно с палочками. Ольга Михайлович, что даже не обсуждаете любимые сериалы? Обсуждаем, когда уже мы научились ходить. Мы идем, естественно. Мы обсуждаем сериалы, мы обсуждаем свои проблемы. Но это идет с таким каким-то уже повышенным интересом и повышенным тонусом. Потому что именно мы идем и обсуждаем во время движения. Ольга Михайловна, вот мне все же интересно узнать, чем этот вид физической активности отличается, его польза отличается от тех же пеших прогулок, например. Или от утренней пробежки, или от обычного фитнеса, например. Вопрос в том, что при обычной ходьбе мы просто шагаем, у нас нагрузка. На позвоночник, на поясницу, на ноги, на суставы. У многих начинаются проблемы. Здесь мы перенапрягаемся и начинаем работать лопатками, плечами, шейно-грудной отдел позвоночника. То есть мы задействуем верхнюю часть позвоночника. И когда мы практически не ходим в жизни вот так, размахивая руками, а здесь мы делаем упор на палочку. И когда вот этот темляк, он называется, он берет нагрузку на себя. И мы толкаемся. И когда толкаемся, получается, у нас начинают укрепляться мышцы спины и шейного отдела позвоночника. И начинается вот тогда работа. И, во-первых, если велосипедист едет, к примеру, определенное время, и идут с палочками. Велосипедист тратит 500 килокалорий, а с палочками, когда идешь, 800 килокалорий тратится. То есть работают все мышцы. При велосипеде мы сидим, а просто пешая прогулка. Мы просто идем, мы, наоборот, нагружаем свой позвоночник. Ну, жители нашего города еще не удивляются, когда видят таких лыжников без лыж. Я думаю, не удивляется. Ну, понятно, что зима соответствует еще. Очень удивляется, потому что зима соответствует. Но мы ходим круглый год. И поэтому у нас девиз солнцу навстречу, ветру навстречу, а непогоду я не замечу. Поэтому в дождь, даже, ну, конечно, когда там уже ураган или что, мы, естественно, но в основном мы ходим всегда. И поэтому спрашивают, а где ваши лыжи? И уже за три года мы к этому привыкли. Мы говорим, лыжи идут сзади. Но уже многие знают, подходят, интересуются. И когда узнают о пользе скандинавской ходьбы, к нам постоянно приходят новые, новые... По возрасту ограничения есть? Вот здесь по возрасту ограничений нет. И я хочу сказать сегодня, чтобы вся молодежь брала с нас пример. Им вот некогда заниматься, думать. Но когда они станут ходить, значит, это самый доступный, самый дешевый и самый безопасный вид физической активности. А сколько раз в неделю стоит уделять ему внимание? Сколько будет достаточно? Ну, главная системность. Не менее двух раз в неделю. И это занятие 50 минут в час. Но начинать с получаса. Но лучше всего, если будете хотеть, конечно, каждый день, хотя бы 30 минут. Это тогда вы будете просто в жизни летать. Отлично. Я уверена, что в вашем полку прибудет после нашей беседы. Естественно. Вы с таким энтузиазмом об этом рассказываете. Мы желаем вам удачи, успехов. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам на программу и поделились. Спасибо вам тоже большое. Я всем желаю прекрасного здоровья в Новом году. Ну и, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Ну а мы пошли дальше по эфиру. Итак, я напомню, что у нас в гостях была Ольга Рубанова, которая рассказывала о скандинавской ходьбе. У Нового года свой вкус. В эти предпраздничные дни в эфире «Утреннего эспрессо» известные люди нашего региона делятся с телезрителями рецептами блюд, которые принято подавать к новогоднему столу в их семьях. Итак, с чем же у них ассоциируется Новый год? Какими событиями запомнился уходящий? Добро пожаловать к праздничному столу Ангелины Пипер. Доброе утро. Несколько дней остается до начала одного из самых волшебных и ожидаемых каждым из нас праздников Нового года. Поэтому самое время перелистать страницы детских воспоминаний, поговорить о семейных традициях встречи Нового года. Ну и, конечно же, о сопутствующих праздничной атмосфере, ароматах и вкусных блюдах. Именно поэтому мы находимся сегодня в замечательном баре «Школа вкуса», который совсем недавно открылся в Бресте. И сюда мы пригласили сегодня утром юную белорусскую певицу и актрису, просто очень обаятельную и красивую девушку, нашу землячку Ангелину Пипер. Доброе утро, Ангелина. Доброе утро. Ну, конечно же, помимо того, что мы обязательно узнаем, думаю, нашим телезрителям, конечно же, интересно, с чем у тебя ассоциируется Новый год, какие твои яркие, наиболее детские воспоминания. Но мы еще будем и готовить что-то интересное, что ты нам сегодня какой-то рецепт придумала. Сегодня мы будем готовить очень легкий и простой салат, который называется «Арбуз». Нам понадобятся помидор, огурчики, сыр, майонез, маслины и ветчина. Кстати, Ангелина, я забыла тебе сказать, что у нас сегодня есть вкусный партнер нашего мероприятия. Ангелина, это производитель колбасных изделий и мясной продукции разнообразного ассортимента, известное наше брестское предприятие «Инкафуд». Поэтому посмотри, пожалуйста, из этого богатого вкусного ассортимента что-то нам подойдет сегодня. Я думаю, вот это прекрасно. Ветчина. Отлично. Подойдет. Все мы будем резать на терке. Посмотри, во-первых, правильно ли я все это нарезала? Да, но только еще поменьше, да? Ну, в принципе, так тоже нормально. Можно оставить, кстати, Ангелина, сколько ты вообще предпочитаешь какие-то блюда такого диетического плана, легкого, может быть? Или позволяешь себе иногда расслабиться и те же десерты, или какие-то плотные мясные блюда? Я не особо люблю сладкое, я люблю больше мяса. Здорово, я завидую. Мы с Мьей покупаем также продукцию «Инкафуд», очень любим. Ну, как-то я особо не то чтобы слежу за правильным питанием, здоровое питание, просто отказываюсь от всякой вредной пищи. Ну, к тому же у тебя такой плотный и насыщенный график, что, наверное, и нет возможности у каких-то лишних килограммов у тебя задержаться. Да, задержаться. Нам нужны маслины. Их мы нарезаем кружочками. Давай я помогу тебе. Да, маслина. И порежу маслины. Ну, а интересно, Гелиня, вот 31 число, уже наверняка все какие-то выступления завершены. Откладываются. Откладываются, да, семейный праздник. Кстати, про Дед Мороз я могу вам рассказать. До 10 лет ко мне приходил Дед Мороз. То есть ты верила до 10 лет Деда Мороза? И один раз был такой уже в 10-м году случай, что Дед Мороз приходит и приносит такой огромный просто мешок с подарком, который полтора метра, можно сказать. Там лежал фортепиано электронный. А Дед Мороз просто попросил больше не заказывать таких подарков, потому что ему было очень тяжело. Но хочу отметить, это не был мой папа, это был настоящий Дедушка Мороз, поэтому нужно верить в чудеса. Ангелина, командуй, что дальше? Какая следующая стадия приготовления? Дальше мы добавляем майонез в наш салатик. Ну, добавляем по вкусу. Я не люблю очень много майонеза, поэтому не очень много мы добавляем. И все это мы перемешиваем. Скажи, пожалуйста, Ангелина, подарки ты любишь дарить или получать? Наверное, я больше люблю делать подарки, дарить подарки, чем получать. Потому что я погружаюсь в эту атмосферу праздника, я начинаю думать, у меня появляются творческие идеи. И очень люблю делать подарки своими руками. Так, Ангелина, что дальше? Мы это должны куда-то все переложить красиво, да? Да, нам нужна плоская тарелочка. Обязательно плоская. Вот, нам понадобится большой желательный нож. Мы, наверное, должны держать ножик вот так вот ровно, чтобы у нас получился ровный полукруг. А к Новому году какой стиль ты выбираешь? Готовишься ли ты заранее с вечерним платьем? Или в домашней обстановке ты позволяешь себе быть по-домашнему уютной? У нас такая привычка, идея с мамой всегда на Новый год быть в новой одежде. Хорошая, да. Всегда быть по-новому платью. Какая-то поверье, какое-то... Ну, не то чтобы поверье, а просто... Установить на такую семейную традицию, да? Да, слава. Этого достаточно? Думаю, да. Так, теперь мы... Убираем нож. Ангелина, скажи, а загадываешь ли ты каким-то необычным способом, ну, традиционно, это вот бумажку взять, написать, сжечь, успеть это все за бой курантов? Есть у тебя такое обычное? Ну, последние два года мы так делаем, и я кидаю это в сок, и выпиваю, чем быстрее. Выбывается? Да, мне 100%. То есть рекомендуешь? Да, мне загадываю не то, чтобы определенные какие-то желания, просто чтобы всегда все были здоровы, например, либо чтобы получалось все всегда. Ну, а в целом, вот, итоги подводишь к концу года, как, что можешь сказать про 2015? Удачный он для себя оказался год? Вот все ли задуманное осуществило? Ну, я думаю всегда каждый год, что все, что не случается, все не зря. Новые знакомства, новые какие-то продвижения в творчестве, все всегда к лучшему. Ну, а самым таким достижением этого года что можешь стать? Ну, возможно, что исполнилась моя мечта, мечта нашей семьи, мы открыли творческий центр. Кстати, помидорки мы можем положить. Я вам помогу? Аккуратненько постараемся. Только не на все. Так, теперь мы выкладываем сыр полукругом, желательно красивенько. Так, а сыр это у нас символизирует что в нашей корке? Это прослоечка, да? Да, прослоечка у нас получается. Так, теперь мы берем... Огурец. Огурчики, да. И аккуратненько. Так, а украшать зернышки мы будем... Это нам нужны маслины. Маслины. Давай я тогда порежу маслины. Ангелина, как-то ты была участницей нашей программы «Утренний эспрессо», и там мы говорили о том, что ты являешься студенткой Академии Игоря Крутого. Что на сегодняшний день? Продолжаешь ли ты ездить и встречаться со своими сокурсниками, если так можно сказать? Мы встречаемся с ребятами, мы общаемся и хорошо дружим. И я очень рада, что знакома с ним. Ну что, я так понимаю, это финал, думаю, нашего блюда. Ну, замечательно, очень красиво. И я думаю, что это блюдо может быть украшением любого стола и новогоднего в том числе. Да, делайте такой салат, и пусть вам он принесет хорошее настроение и новогоднее настроение, и вдохновит вас, когда вы будете его готовить. Конечно же, какой праздник новогодний, без подарков. Наш вкусный партнер, который производит разнообразную вкуснейшую мясную продукцию, предоставил нам такую возможность вручить тебе эту замечательную корзину с таким вкуснейшим разнообразием, которое, я думаю, что в том числе станет украшением вашего семейного новогоднего стола. Спасибо огромное, мне очень приятно. Ну и поздравляем тебя с наступающим Новым Годом, улыбок, радости, счастья и осуществления всех твоих желаний. Спасибо. Я также вам желаю всегда хорошего настроения. Настоящих друзей и просто всегда позитива и улыбок. Дорогие телезрители, но вам я хочу напомнить, что у каждого Нового Года, конечно же, свой вкус. А вот какой будет послевкусие, во многом зависит от нас самих. Улыбок и хорошего настроения в течение всего дня. Всего доброго. Наш совместный информационно-развлекательный завтрак продолжается на календаре 22 декабря-вторник. Совсем немного осталось до Нового Года и новости, конечно же, у нас соответствующие. Спешим порадовать тех, кто к празднику планирует обзавестись живой новогодней красавицей. В этом году лесхозы области готовятся реализовать около 25 тысяч елок и других деревьев хвойных пород, в том числе около 4 тысяч в городе Бресте. И мы обращаем ваше внимание, дорогие телезрители, что елочные базары уже работают. Но стоит учесть еще один факт, что самовольная вырубка ели грозит штрафом до 50 базовых величин. В лесах Брещины даже будут выставлены специальные посты, а рейды по выявлению нарушителей будут проводиться регулярно. Поэтому посчитайте сами, выгоднее сходить на елочный базар. Это была информация вам на заметку. Ну а сейчас давайте посмотрим прогноз погоды на сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, что встречали утро вторника с нами. На этом утреннее эспрессо. И мы, Катерина Стриха и Денис Литкин, прощаемся с вами. Будьте счастливы, берегите близких и верьте в свои силы. Всего доброго. А мы с вами обязательно встретимся. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok